Друзья, всем привет! Сегодня я вам расскажу про ремонт моего холодильника. 21 век нанотехнологии, как вы все прекрасно уже, наверное, поняли. Современная техника работала 3-4-5 лет максимум. В том числе, что холодильники, что микроволновки, что телевизоры. У меня он проработал где-то 5 лет. И перестал замораживать. Я вызвал мастера. Мастер определил причину. Там отгнила кусочек трубочки, и через нее вытек газфреон. Мастер эту трубочку вырезал и заглушил. Они только так делают. Закачал газ, холодильник, все нормально, снова работает, замораживает. Но из этого внедрения, из-за вырезанной трубочки, у него нарушилась система ноуфрост, то есть система разморозки льда. Если раньше он по чуть-чуть замораживал, по полсантиметра примерно, и ноуфрост работала на разморозку, вся водичка утекала, то сейчас он замораживает примерно 3-4-5 сантиметров слой льда на стенке, и потом происходит неконтролируемый резкий сброс воды. То есть примерно 2-3 литра воды он сбрасывает примерно раз в месяц. Сейчас я покажу, как работает система в штатном режиме. В штатном режиме вот по этому шлангу водичка размораживается от стенок и утекает вниз. У любого холодильника есть радиатор, он горячий. На горячем радиаторе стоит вот такая пластмассовая ванночка. Она теплая. Когда водичка по чуть-чуть капает в штатном режиме, она капает и испаряется, и поэтому не происходит переполнения. Но так как у меня разморозка теперь работает непредсказуемо, сброс происходит непредсказуемо, сбрасывается литр-полтора-два воды, она не успевает испариться, она просто вытекает через края и утекает на пол. Я пришел домой однажды после работы. У меня все затоплено. Холодильник утек. Здесь лужа целая была. Прошел месяц, утром просыпаюсь, точно так же опять через месяц произошел опять сброс воды. Лед накопился, он резко этот лед разморозил в одну секунду. Ну там в какое-то определенное время одновременно массово. И массово сбросил опять воду. Опять все затопило. Я долго думал, что сделать. Первый вариант у меня был сделать большую ванночку и в эту ванну опустить холодильник, закатить, чтобы вода если утекала не на пол, а внутри ванны. Но это все шляпа, не выход. Второй вариант был у меня. Увеличить вот эту штатную ванночку, сделать ее по большим объемам на 2-3 литра. Но тут место ограничено. Здесь просто большой объем не запихать. Тоже это не выход из ситуации, это тоже шляпа. В итоге самый простой выход. Друзья, самый простой, самый надежный и самый дешевый способ. Я просто взял пятилитровую банку, подставил ее сюда. И шланг штатный, который идет из холодильника, вынул из этой ванночки и запихал в пятилитровую банку, опустил. И проверил, как работает система. Ждал месяц. Через месяц опять лед накопился внутри холодильника. И опять произошел неконтролируемый, одновременный массовый сброс воды. Смотрите. За раз примерно 2 литра воды вытекло из холодильника. Если бы не поставил банку, она бы опять хлистала через края из этой ванночки штатной. Здесь бы опять не хватило места. И опять бы все затопило. Но, так как холодильник у меня сейчас выдвинут из своего места, для эксперимента я ждал, как сработает система, мне его нужно закатить обратно на место туда. Но мне нужен подход к этой баночке, чтобы эту баночку брать раз в месяц и выливать из нее воду. Но штатный шланг короткий, ребята. Просто некуда ее выдвинуть. Выход самый простой. Купил кусок шланга. Купил переходник, чтобы соединять шланги. И два хомута. Все. Сейчас я этот шланг через этот переходник, штатный шланг, наращиваю. Получается длинный шланг у меня. И я уже эту банку могу выдвинуть, в любое место выставить, чтобы у меня был к ней доступ. Чтобы эту воду раз в месяц сливать. Итак, сейчас будем наращивать штатный шланг у холодильника, удлинять. Берем соединитель. Продается в строительных магазинах. Одеваем так. Сначала одеваем хомут. Одеваем шланг на соединитель. И хомут затягиваем. И так, готово. Берем второй шланг, который мы будем наращивать. Сколько тут? Метр, наверное, у меня его с запасом взял. Если что, можно будет обрезать и укоротить. Опять одеваем с одной стороны хомут. И одеваем на соединитель. Так. Одеваем хомут. Второй. И тоже затягиваем. Опаньки. Готово. Все, друзья. Шланг удлинили. И сейчас по этому шлангу будет стекать вода. Эту банку мы можем теперь поставить в любое место, в доступное. Холодильник мы задвигаем в свое место, чтобы он так не стоял на середине кухни. И эту баночку можно поставить или сюда, или спрятать в шкаф. Я сейчас уберу в шкаф, наверное, там дырочку надо просверлить и убрать, чтобы ее было не видно. И все будет работать дальше. Просто немножко по другой системе. Баночная система называется. Вот такая вот, друзья, хитрая и, самое главное, дешевая система. Есть еще, конечно, третий вариант, как исправить эту ситуацию. Просто купить новый холодильник за 30, 40 или 50 тысяч рублей. Но, я думаю, что 99% наших жителей устроит вот такой вариант. 100 рублей. Холодильник рабочий продолжает работать и выкидывать его не нужно. Вся вот эта конструкция, ну, рублей 100 примерно обошлось. Вместо того, чтобы выкидывать и покупать новый. За огромные деньги. Все, друзья, кому понравилась идея, ставьте лайки, пишите комментарии. Нажимайте красную кнопочку, чпуль подписаться. И до скорой встречи. Всем пока. Спасибо, что смотрите. Чик. И все.